РГП Коскетромет и, в частности, филиал по городу Алматы занимается именно мониторингом окружающей среды. То есть мы именно мониторим, даем цифры. Есть своя система работы, мы даем цифры, наши цифры могут использовать и научные исследовательские институты. Если есть какие-либо превышения, департаменты экологии принимают свои меры по очистке воздуха и другим мероприятиям. Активное участие принимает и Акимат города Алматы, в частности, в управлении природоресурсами. То есть мы делаем только мониторинг. Никто не имеет права к нам прийти и сказать, что мы должны занизить цифры или завысить. Это вообще невозможно, потому что за каждую цифру, за каждую информацию в своей лаборатории мы несем ответственность. То есть вводить кого-то в заблуждение мы не имеем права, и это знают все. Если говорить о ПМ-2,5 и 10, сейчас очень много разговоров по поводу именно этих загрязнителей воздуха, то фактически это пыль. Просто 2,5 и 10 – это их размеры. Мы понимаем, что чем меньше частица пыли, тем быстрее она проникает в организм. И поэтому может нанести организму какой-то ущерб в организме. Сами по себе они как бы не страшны, потому что в классификации их может быть и минеральное, и минеральное происхождение, куда входит и эрозия почвы, и пыльца растений. То есть очень много факторов. Самое страшное то, что на них могут оседать такие вредные вещества, которые выбрасываются какими-нибудь тяжелыми предприятиями. Ну, может быть, тяжелая цветная металлургия. То есть очень много предприятий, которые могут как бы именно выносить в воздух очень много, большое количество вредных примесей. Но так как мы знаем, у нас в городе отсутствуют такие предприятия, сама по себе пыль относится к четвертому классу опасности и не наносит такой большой вред организму.